Солдаты ВСУ, мы предлагаем вам сдаться, так как сопротивление бесполезно. Вы окружены. На окраине села Круглик безымянная могила. Известно лишь, что в ней 6 украинских солдат, погибших за станцию Литкодуб. Ополченцы сложили тела в воронку от украинского снаряда и присыпали землей. Мы созванивались с командирами, но они отказались на отрез. Вообще перестали с нами вести переговоры. Сказали, что это не бойцы, раз попали, раз их убило. Это не бойцы. Забирать они никому не надо. А числятся они пропавшими без вести? Ну, наверное, или скажут, скорее всего, что они в плену. Или дезертиры? Или дезертиры, да. Ну, а с авангелии их бросили свои же. Бросали не только своих однополчан. Оставляли технику, продукты, обмандирование, горбы и припасы. Украинская армия откатывалась вглубь дебальцевского котла, оставляя поселок за поселком. Круглик, Никишина, Литкодуб. Еще недавно эти населенные пункты были для донецкой армии передовой. Теперь это тыл. Путь не тревожный, но тыл. Сейчас бои идут за каменку. Армия ДНР обжимает с флангов дебальцевский котел. До этой недели украинская группировка с центром Дебальцево находилась в тактическом окружении. То есть связь с внешним миром была, но весьма неустойчивая из-за действий артиллерии ДНР и разведгрупп. Теперь же крышку котла захлопнули, заняв поселок Логвинова на единственной еще свободной трассе из Дебальцево в Артемовск. А для надежности ополченцы еще и установили свою артиллерию на нескольких господствующих высотах вдоль этой трассы. Орудие смотрит на нее прямой наводкой. Ведя наступление в восточном и юго-восточном секторе котла, ополчение не давало возможности украинской группировке маневрировать силами. В результате бои идут практически за каждый населенный пункт, подконтрольный Киеву внутри котла. До Зеленки, где находятся педловые части украинской армии, километра два, а перед ней проходит дорога из Дебальцево на Чернухино. Она простреливается. Собственно, сейчас любая дорога в Дебальцевском котле находится под обстрелом Донецкой армии. Из-за этого снабжения украинских гарнизонов практически прервано. Оборонительные бои они ведут лишь тем, что есть, не особо рассчитывая на подвоз боекомплекта. Но ситуация еще более усугубилась накануне. Столб черного дыма над Дебальцево – результат прямого попадания снаряда в один из складов с боеприпасами. Он горит уже два дня, и интенсивность работы украинской артиллерии после этого заметно снизилась. Освобождение станции Редкодуб имело для ополчения стратегическое значение. От станции до города – голое поле, где закрепиться невозможно. Теперь украинская оборона на юго-восточном направлении проходит по городским окраинам. Бои за поселок Редкодуб продолжались примерно две недели. К моменту их начала жителей здесь уже не было. После окончания боев от поселка осталось одно название. Теперь-то мы знаем, что бились один к одному. Никакой классики военной не было. Один к трём наступление. Баш на баш. Взводы разведки, взводы разведки, взводы против пехоты, взвод танков против против танков. Узкая улица. Справа-слева находились наши позиции, а танки заходили по прямой. Заехал просто напрямую в дом, откуда взял огонь. Он похоронил ребят наших в подвале заживо. К сожалению, ребята погибли. Один был живой, достали, они его здесь и расстреляли. То есть они его даже не впредь не взяли, ничего. Они просто его расстреляли здесь. Молодой парень. Ополченцы наступали, украинская армия пыталась контратаковать. Буквально каждый дом в Редкодубе несколько раз переходил из рук в руки. А вот здесь ребята сгорели. Они заживо со шмеля, наверное, подпалили дома. И которые были там на обороне, все сгорели. Их было человек сто, сто с чем-то. Это был первый раз такой, что у меня очень близко было, когда пошли в атаку. Я БМПшку видел, вот так вот. Как теклась, вот так вот близко. Вы упирались они? Не было желания. Сперва хотели в атаку, сперва. Потом им привет передали, шмеляли. И начали текать. Оборону здесь держала батальонно-тактическая группа из состава 128-й горно-пехотной бригады, 25-го батальона Киевская Русь, усиленная танковой ротой и снайперами. Осматривая брошенные позиции, ополченцы обнаружили, кто еще против них здесь воевал. Чехская форма. Раньше в основном с поляками сталкивались, а тут чехи. А как вы поняли, что она из Чехии? По перехвату, ну, где-то 60 наемников. Они постоянно находились отдельно. И ребята мои выходили сюда. Ну, вы сами видите, как позиции. Слышали даже женские каши. А это вот характерные пуговицы, да? Да, да, да. Для чешских. Звуки боя и артиллерийской канонады вокруг редкодуба раздаются постоянно. Тем не менее, разведчики ведут нас через поселок за его околицу. Известные им складки местности делают маршрут безопасным, поэтому не надо двигаться бегом или пригибаясь, чтобы не заметили. Минут через 20 мы оказываемся на точке, с которой, как на карте, можно увидеть линию фронта. С этого места открывается панорама на нынешнюю линию фронта. Справа от меня находится Каменка. Там идут бои. Чуть дальше Ольховатка. Под обстрелом. А левее 4 километра Дебальцево. И со всех населенных пунктов слышны разрывы снарядов. Украинской армии, после того, как она оставила редкодуб, тылов практически не осталось. И артиллерия стоит буквально на передовых позициях вместе с пехотой. Расстояние здесь между поселками, городом Дебальцево, позициями ополчения и украинской армии, путями подвоза, теперь измеряется всего несколькими километрами. Дебальцевский котел сжат настолько, что безопасных мест для защитников украинского отечества в нем просто не осталось. Мы не хотим кровопролития. Живой солдат, попавший в плен, лучше мертвого героя.